Привет, друзья! Это Егоров. Прямо сейчас, где-то в районе Сокольников, после тренировки Амкала, проходит собрание. Команда встречается с Прокопом. Что дальше делать? И нам, и ему. Прощаться, я думаю, раз человек чувствует себя здесь некомфортно. И, насколько я знаю, градус обсуждения достаточно высокий. Ставится даже вопрос о том, останется ли Миша в команде. Примерно то же самое происходило и в прошлом году, когда Райзен выступал против Амкала в некоторых своих сообщениях, будучи игроком команды, а на встрече его диалог с Германом обострился, и Райзен ушел. Что произошло на этой встрече? Я имею в виду Прокопа и команду. Вы узнаете совсем скоро из ролика Германа. Ну, а я же хотел бы перейти к объяснениям Прокопа, которые он дал на, заведенном специально для этого, YouTube-канале. Итак, смотрим. Я выписал четыре темы, которые на данный момент они самые интересные, самые непонятные, как Амкалу, как Герману, так и зрителям, которые все это смотрят. И эти темы — это тренировки, это коннект с Амкалом, это тренировки на спорте и зачем Прокопу Амкалу. Ты едешь на сборы с командой ФНЛ. Это было после того, как я прошел медкомиссию с ними. Они увидели, что я среднестатистический игрок ФК «Торпеда» по абсолютно всем результатам. Это был окулис, это была беговая дорожка на выносливость. И они подумали, почему бы не дать шанс. Я, честно, не знаю, как это было, кто с кем связался, кто меня туда отправил. Все, вы приезжаете на эти сборы. Вы настраиваетесь на двухразовые тренировки, полностью дни с командой. Это режим, это дисциплина, это разбор каких-то тактических моментов. И ты... Ну, считай, это просмотр для тебя, в каком бы виде спорта ты не был. Ты едешь в профессиональную команду после долгой паузы, когда ты уже действительно соскучился к футболу, у тебя осталась эта мечта. И ты приезжаешь, и тебе говорят, что завтра ты снимаешься там с одной командой, и послезавтра с другой, потом снимаешь настольные игры вечером с другой командой. И все, и каждый день ты ездишь в разную команду просто снять видео. Все, я... Ну, наверное, как бы я ни говорил, вы не поймете, насколько было обидно. В один момент просто резко мне это сказали. И все, у меня в голове обрубилось полностью. Там 10 дней в Турции я выжимаю из себя эмоции, чтобы сняться в видео, потому что, ну, мне сказали это уже по факту там, и все, я там снимался. Как-то пытался разговаривать на камеру. Я связываюсь с Германом, он об этом узнает. Я с ним списываюсь, и он говорит то, что они дадут компенсацию материальную, деньги за то, что ты там съездил, и тебя там обманули. Ну что ж, друзья, очень грустная история. Я вижу, что Прокопа в комментариях очень и очень и очень сильно сочувствует. Но как так? Человека пригласили в команду ФНЛ, которая тем более борется за выход аж в российскую премьер-лигу. И эта торпеда скоро построит классный стадион. Скоро будет, естественно, финансовая накачка. И там и тренер мощный, Бородюк, между прочим, с Хидинком в 2008 году приводил сборную аж к бронзе Евро. И тут они приглашают Мишу, зовут на сбор. Он проходит медобследование, но почему-то его кидают. Ну что ж, пришло время привести... Ну ладно, тогда я приведу точку зрения у другой стороны. Или, возможно, ситуацию такую, какой она была в реальности, а не в иллюзиях. Дело в том, к несчастью или к радости, что я общаюсь примерно со всеми действующими лицами. Например, президент торпеда Денис Маслов. Ну мы с ним вместе играли на сборах Амкара в Словении в футбол. И после этого несколько раз общались. И уж тем более общались со спортивным директором Максимом Ляпиным, с которым мы вместе работали в советском спорте не один год. И также я хорошо общаюсь с Ярославом Кулеминым, бывшим пресс-тоше Спартака, потому что мы тоже долгое время вместе работали в разных изданиях. Ну а Дмитрий Картава, мы с ним вообще в приятельских отношениях. Это тот человек, который занимается в том числе развитием российского футбола, скажем так. И, например, от юношеской футбольной лиги он помогал организовать матч с молодежкой ЦСКА. Как вы поняли, там замечательно все прошло. И в этот раз должно было пройти тоже замечательно. Идея, в том числе у Картава и у Кулемина, была простая. Нужно объединить профессиональный футбол, в том числе ФНЛ, с блогерским. Ну, чтобы вместе что-то снимали, обменивались идеями. Это очень хорошее начинание. Для этого ребята задумали такую идею, а не отправить ли кого-то из блогеров на сборы. Ну, чтобы можно было, возможно, с какой-то командой пройти эти сборы, показать, как все происходит вокруг. Были зацепки, были идеи. Даже обращались они в достаточно открытый сейчас Енисей. В Красноярск совсем скоро Амкал поедет. Но, к сожалению, ни у кого не было возможности взять игрока на полноценные сборы. Потому что, во-первых, у тренеров свои планы. А, во-вторых, никто не будет брать ответственность за человека. В таком серьезном тренировочном процессе находится на сборах команды. Поэтому нельзя никогда предугадать, если две тренировки в день, что станет с парнем, который достаточно давно профессионально, опять же, футболом не занимается. Естественно, эта идея сразу отошла. После этого возникла другая, чтобы от ФНЛ поехал человек на сборы и принимал участие в съемках, тренировках с различными клубами, когда это возможно. Поэтому со стороны ФНЛ они обратились к Герману, чтобы был футболист, который прошел условно школы и при этом любил сниматься и был достаточно медийным. Выбор как раз пал на Прокопа, для которого очень важно играть в футбол. И Прокоп действительно поехал на медобследование. Другое дело, что поехал он в Торпедо не потому, что ему позвонил Денис Маслов, не потому, что ему позвонил Максим Ляпин, не потому, что ему позвонил тренер Бородюк. Нет. О Прокопе я вообще сомневаюсь, что они хоть что-то знали. Нет. Просто к этому моменту все остальные клубы ФНЛ уже уехали на сборы, а Торпедо оставалось в Москве, и поэтому Прокопа отправили к ним. Но Торпедо к этой истории не имело ни малейшего отношения. Торпедо не понимала и не знала и не думала о том, что вот этот вот парень приедет в клуб и проведет с ним полностью предсезонку. Нет. Прокопа отправляют в обычный отель, который снят в Турции на деньги, ну, получается, РФС и ФНЛ. При этом РФС и ФНЛ берут на себя договоренности с другими командами, чтобы они позволили где-то потренироваться, чтобы они позволили сыграть в челленджи, или чтобы сделать хоть какую-то активность. И как раз эта неопределенность, что сегодня ты где-то там играешь, ждешь тренировку, пока она кончится, пока там можно будет какой-то теннисбол порубиться, она и ломает Прокопа, который в то же время убежден, что вообще-то меня звали в Торпедо на сборы. И, к сожалению, здесь происходит то ли недопонимание различных сторон, то ли, не хочется думать об этом, но как раз такое иллюзорное восприятие Миши. Ну, честно могу сказать, было бы не то, что странно, а невероятно попасть на сбор в Торпедо. Буквально с улицы, из блогерского футбола, где по большей части игра все-таки происходит пешочком. Ну, грубо говоря, действительно пешочком. И чтобы тренер Бородюк посмотрел на этот пешочек, чтобы тренер Бородюк, может, даже посоветовался с Кузнецовым, тренером Тудроц, у которого был с Прокопом конфликт, или посоветовался с Денисом Зубко, у которого тоже было, ну, вряд ли все замечательно. Никогда бы руководство Торпедо не позволило себе бы вот так вот взять на просмотр футболиста, который достаточно давно, повторюсь, достаточно давно, потому что несколько месяцев это серьезный срок, который достаточно давно не играет. Если действительно Миша хочет сейчас стать профессиональным футболистом, то делается это все немножко иначе. Сначала ты устраиваешься в команду КФК, там учишься, тренируешься, играешь, потом, например, идешь на просмотр в Красаву, там по два раза в день ты впахиваешь, у тебя совсем другой букмекер, там уже не прокатят никакие тиктоки во время тренировок, и там ты реально впахиваешь, и то, если тебя берут и через боль, слезы, и не через один сезон, забив много мячей в том же FNL 2, возможно, да и то не факт, прилетит приглашение от Торпедо. А так, чтобы из блогерского футбольчика сразу туда, под премьер-лигу, ну, не бывает такого. И естественно, что никто никакую компенсацию, о чем говорит Миша, за съемки ему не обещал. А если обещал, то пусть он назовет этого человека. И я так понимаю, что здесь просто Герман хотел так разрулить ситуацию, что предложил Мише премиальные за то, что он провел время в Турции. Так же, как мне удалось узнать, Мише предлагали уехать уже через 4 дня, но он решил остаться в Турции до конца. Я понимаю, что ситуация неприятная, ну, потому что ты реально думаешь, что можешь играть в ФНЛ сейчас. И никто не запрещает тебе так думать, что ты можешь поехать на просмотр, что ты в порядке еда, что весь мир вокруг тебя, возможно, тоже крутится. Но, с другой стороны, ситуация выглядит так. Ты блогер, и мы даем тебе возможность съездить, потренироваться, почилить в Турции, может быть, завести с кем-то какие-то связи. Все за наш счет. Поэтому, ну, честно, да, Миша мог расстроиться, но фактически, фактически, причин для серьезных огорчений у него нет. И если он действительно считает, что кто-то его обманул, то нужно в первую очередь подумать, а не обманывает ли Миша футбол сам. Потому что, повторюсь, если он хочет играть профессионально, он должен искать для этого возможности. В том числе, даже уходя из Амкала и подавая заявку в Красаву. Это исключительно мой совет. Миша может делать так, как он хочет. Может думать то, что захочет. Может надеяться на то, что он сыграет совсем скоро в финале Лиги Чемпионов. Эту мечту никто не будет убивать. Но для нее нужно работать. Мы идем дальше. И теперь обсудим то, почему Прокоп ушел с поля, когда его не поставили по сну. Я приезжаю на игру. Чтобы вы понимали, перед игрой у меня больше пяти человек спросило, ну что, как сбор, как это, как то. Хотя они все знали, ну это с такой сарказмом, насмешкой. И я не показывал, что мне обидно. Я просто там где-то улыбнусь, где-то то. Для меня просто как обезьянку какую-то кинули в кадр, чтобы я там постоял, чтобы просмотров больше было. Я говорил, да, вот нормально, типа отдохнул хотя бы там это, это, тоже с сарказмом. И все, выходим на игру. Называют стартовый состав. Центр поля Сибскана, Вася Маврин, Бизекс. Максимально стараюсь не показывать, что, типа, блядь, как так? Почему? Вы же знаете мои ситуации. Я там ездил сейчас в Турцию, я полностью опустошен. Герман мне пишет, сейчас приедешь к нам наиграешься в футбол. Все, ну просто, ну сборной врачей, просто дайте мне сыграть один целый тайм. Выплеснуть весь мой негатив на футбольном поле, когда у меня дикое желание после этой Турции, после этих сборов. Все, я сижу на скамейке. И выходя на 14 минут в первом тайме, я вам скажу то, что на футбольном поле время проходит просто по щелчку, но 45 минут просто вот у него так проходит. Чтобы понимать, 14 секунд для меня прошли как, ну, 4 минуты, 5 минут. Я слышу свисток на перерыв. Вся команда идет к тренеру, я иду, и у меня мысль такая, то, что если я сейчас начну второй тайм, я уеду домой. Нет такого, то, что вон, мне бы сейчас дали во втором тайме 30 минут, мне бы сейчас дали во втором тайме 40 минут, там, через 5 минут кого-то бы заменили. Да нет, ну это же ерунда. Итак, он считает, что Денис Иванович Зубко должен был войти в его положение и дать ему в первом тайме отыграть столько времени, сколько Прокоп хочет, потому что, видите ли, у него моральная травма. Не думаю, что правильно будет так говорить, но моральные травмы за то время, пока я играю, в Амкале были у разных людей и реально были поводы для того, чтобы сокрушаться. В том числе очень личные, которые и близко не идут в сравнение с той поездкой в Турцию. Я думаю, что у тренерского штаба бывают очень печальные эпизоды. Они у всех есть, но говорить о поездке в Турции как о трагедии, ну, не думаю, что кто-то это мог заметить. Если Миша обижается на то, что ему спросили, ну, как там сборы, в шутку, ну, я могу привести пример, что в тот день, когда мне сожгли машину, буквально на следующий день, я приехал на игру Амкала, был то ли сбор, то ли еще что-то такое, и ко мне просто подошел Финита и сделал вот так вот зажигалкой перед лицом. Что означало эта зажигалка, вы понимаете, да? Горит, не горит? Вот. Вот это жесткая шутка. А когда тебя спрашивают, как же сборы, то здесь можно просто ответить и сохранить где-то в голове, что я вот сейчас выйду и за 15 минут покажу вам, лохи, что я-то в порядке, даже если мне не дали сейчас времени, я забью, я буду носиться, буду прыгать в ноги сопернику, даже так, даже так. но я вот тебе в том числе Зубко и тебе Сипскане докажу, что я лучше, чем ты старик, лучше, чем Маврит старик и лучше, чем Бизок старик, которым на троих больше сотки. Прикинь? Больше сотки. Но будем честными, те 13-14 минут, когда Миша был на поле, он то ли обиделся, то ли не хотел ничего показывать, но я имею в виду ничего положительно игрового, но он был отрешен, он, на мой взгляд, не отрабатывал и когда в перерыве он сел в 2-3 метрах от команды, я понял, что реально он на дизморале и ну, не знаю. Поэтому я абсолютно не удивился, когда он ушел. Знаешь, Миш, когда, я думаю, ты смотришь, когда ты говоришь о том, что тебя должны были в том числе поставить в основу, потому что, ну, хоть ты не тренировался, есть правила, кто не тренируется, тот не играет. Но вот есть они такие правила. И, например, я вернусь опять же к истории с машиной. Вот за неделю до машины Витя, по-моему, с Чужим задержались в Петербурге и не приехали в Москву. Они не приехали в Москву, мы играли с бронзовыми бестами и я сделал хит-трик. Ну, неважно, мы там выиграли шесть или семь, один, я не помню. Я забил три мяча, отдал голевую, ну, неважно, да, не будем брать уровень соперника, потому что так вот. До этого я ходил абсолютно на все тренировки и после этого мне машину сожгли и я не пришел на две в течение недели, на две или на три и на выходных у нас как раз была игра. Ну, что ж ты думаешь? Я остался в запасе. Я вот сейчас вспоминаю, у меня даже в голове не было мысли о том, что вот, я в прошлой игре забил три, Витя пропустил, что я, например, еще страдал за того, что ну реально решал какие-то серьезные проблемы, потому что это неприятная история, в том числе с полицией уходил, еще куда-то на экспертизы. Есть правило? Тебя нет? И это твои проблемы? Зато у тебя есть шанс выйти и доказать, ты даже если не играешь в основе, получишь свое время. И я получил свое время в том же Саранске, вышел там, через пять минут гол забил. И я не сильный игрок, но двигался на желании. Да, у меня действительно был один раз момент, когда я не поехал на игру, но я до игры об этом сказал. Это было после еще одного матча, потому что опять же в Саранске я забил нормально, бегал, а потом уже несколько раз подряд так получилось, что я выходил на поле исключительно с Разиным и Пандосом, причем требовали с нас столько же. Я записал видео, в котором объяснил, почему не согласен с тренерским штабом, сказал, что пойду на ЛФЛ, сыграю и схожу на Дерби, Спартак, ЦСК по работе и пусть сыграют те, кто получает мало практики, потому что в разговоре с Ивановичем он сказал, а как мне у вас всех расставить, если у вас нападающих человек 6-7. Я сказал, окей, тогда я не сыграю, вернусь в следующем матче. Я вернулся в следующем матче и забил Тудротсу. Ты можешь доказывать только голами. Ты можешь доказывать только своими поступками. Ты не должен думать, что ты тут один со своими чувствами и эмоциями. Я сейчас классика процитирую. Ну, ты чисто такой же, как все. Понимаешь? Мы все здесь со своими проблемами. И твоя проблема с Турцией, она микроскопическая. Просто микроскопическая. Иллюзорная. Потому что торпеды просто так с улицы не берут. Ну, и последняя тема про конфликт с игроками Амкала. Коллектив, не коллектив. Дима Егоров в своем видео затрагивал вопрос насчет моего коннекта с Амкалом. Герма сказал, что он видит, что мне некомфортно, что я хочу уйти, что я там везде говорю, что мне не нравится атмосфера. Я могу сказать так, что идя в Амкал, я знал, какой там коллектив. Я знал, что это средний возраст команды намного больше, чем на спорте, чем Тудротс. Это уже более такая мужская команда. с абсолютно другими взглядами на футбол, на медиасферу. И я примерно сразу выделил там 5-7 человек, которые, так скажем, примерно 25 минус по возрасту. Это Сеня Левшук, это Майк, это Стас Сычев, это Саня Маменко, это Никита Кожемяка, это Блад. И вот в целом это те люди, с которыми я понимал, что я буду общаться. Естественно, есть те, за которыми я следил еще до этого, это Фидос, это Герман, это Тёма Нечай, потому что он, ну, появляется на тренировках, появляется на матчах. И это люди, которые как будто уже в возрасте, но они на одной волне и с молодежью, и с теми же старичками команды, поэтому нет такого, что я там только с молодыми. То есть, я понимаю, с кем мне интересно, кому я могу быть интересен, и я не навязываюсь другим людям, с которыми я там не могу наладить коннект, с которыми я там не могу наладить коннект. Поэтому нет такого, что мне некомфортно. Я шел, я понимал, что так будет в Амкале, и отвечая на вопросы у Тёма Нечай на острых вопросах, то, что Амкал там по коллективу на третьем месте, ну, давайте объективно, то есть, вот в Амкале 5-7 человек, в Тудроц это было там почти все. На спорте тоже больше 10 человек, больше 15, поэтому адекватно оценивать, то я могу поставить на третье место, но это не значит, что мне некомфортно на данный момент в Амкале. Я знаю, что может быть лучше в других командах, но и нет такого, что мне некомфортно. Вот про возраст 25+, 25- я, честно говоря, не очень понял, тем более там уже приплетены были Фидос и еще некоторые взрослые пацаны. Это не важно, ну просто можно было примерно так же и у Ничая тогда, отвечая на острые вопросы, сказать, чтобы сейчас не понижать градус того, что было высказано ранее. Ну а так, ну честно, Прокоп считает, что Амкал для него трамплин для попадания в профессиональный футбол или возможность сыграть на стадионах, ну пусть честно считает. И я думаю, он правильно говорит, зачем Амкалу я, ну пусть скажет Герман. Ну пусть тогда действительно скажет Герман. Я лично за себя могу объяснить, зачем Прокоп Амкалу. Будет очень интересно, как вот этот ершистый парень, который сразу сказал, олег, глупенький, этот такой, этот не сякой, со временем интегрируется в коллектив, или сможет ли он интегрироваться в коллектив и стать прям его частью, умеря в свой пыл, сбавив обороты, изменившись и иначе начав к самому себе в первую очередь относиться, требуя от себя и меняясь. Это первое, ну и во-вторых, ну и второе для меня. Прокоп пока что, я повторюсь, пока что интересный персонаж для создания контента. Но определенные ошибки, которые могут его в медийном футболе исчерпать, он уже сделал. И этих ошибок немало. А история показывает, что слава и неправильные решения и не таких людей в нашем медийном футболе сбивали с ног. Так что, думаю, Миша, ну и интересно будет послушать Германа. Это был Егоров. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok